Аминь. Если ваша Библия сегодня с вами, можете поаплодировать вообще-то. Если ваша Библия сегодня с вами, откройте, пожалуйста, римлянам первая глава. Мы дальше будем продолжать там, где мы остались на прошлой неделе, с 24 стиха. Также хочу, чтобы вы знали, что на следующей неделе у нас будет посвящение в диаконы. И мы возьмем немножко перерыв от книги римлянам, чтобы благословить наших диаконов и посвятить их на служение. Будет два мужчины, которых мы будем на пасторское служение благословлять. Пока вы находите и открываете место в Библии, хочу поприветствовать всех, кто присоединился к нам через онлайн-служение. И мы очень благодарны за то, что вы присоединяетесь, прославлять Бога вместе с нами. Также в церковь Бесотов, в Паоле и в Рейтауне. Мы очень благодарны за то, что церковь в Рейтауне присоединилась к нам. Мы любим вас. И также тот зал, а здесь дальше по холлу, который к нам тоже присоединяется. Вот. Очень я большое удовольствие получил, когда я там вживую проповедовала. И сейчас поприветствую тоже всех. Если помните, где мы закончили, когда Павел начинал это письмо римлянам, он не уделял каким-то особенным моментам в церкви внимания. Хотя мы дальше увидим, что он некоторых людей знает в этой церкви, но он там никогда не был. И он лично ни с кем не знакомился. Он немножко в начале книги говорил о себе, о том, кто он есть. Он говорил об Иисусе, о Евангелии, о своем отношении к римлянам. И помните 16-17 стихи, когда он сказал о Евангелии, о том вообще, почему он пишет все это письмо. Он дает нам такое небольшое, как бы, окошко приоткрывать, взглянуть, о чем он собирается писать это письмо. И это о том, что я не стыжусь благовествования Христова. И то, что он пришел проповедовать, во-первых, иудеям, потом и грекам. И о том, что Евангелие передается от веры в веру. И написано, праведность жив, вера жив будет. Праведность Божья – это качество, которое только есть у Бога. Он один, тот, который праведен. И в то же самое время это то качество, которое хотелось бы, Бог хочет видеть в тех, кто стремится иметь отношения с Богом. Вы не можете быть, и не должны стремиться быть похожи на кого-то в этой комнате. Вы должны быть стремиться похожими на Бога и иметь праведность Божью. Это стандарт, по которому Господь также будет судить мир. И также, если более практически подсмотреть, то это качество, которое мы с вами не можем полностью обрести. Но написано, что праведность Божья открылась людям. Это не что-то, что мы можем заработать, это не что-то, что мы можем себе воспитать. Это что-то, что Господь дает нам через смерть Иисуса Христа, который прожил святую жизнь безгрешную, взял на себя грех всего мира. Он прожил совершенную жизнь, и сейчас Он через Свою смерть на кресте дает нам Свою праведность, и мы можем жить по вере в Него. По вере в Иисуса Христа вы можете отдать Богу свои грехи, и вместо этого взять на себя Божью праведность, принять Божью праведность от Бога. И казалось бы, что здесь сейчас Павлу нужно было бы вступиться в обсуждение Евангелия и так далее, но нет, он идёт дальше. Сначала вы должны согрешить, чтобы вы могли увидеть свою нужду в Евангелии, чтобы вы должны увидеть, насколько гнев Божий на грехи человеческий велик, чтобы оценить по-настоящей мере праведность Бога, его спасение. Сейчас открывается гнев Божий с неба, написано в 18 стихе, на всякое нечесть и неправду человеков, на людей, которые отвергли истину. И это видно в людях, это... Господь положил познание о себе в каждого человека, даже человек, который никогда не слышал о Боге внутри него, есть естественное познание о Боге. Человек не может родиться атеистом. Мы, наоборот, рождаемся верующими людьми с точным познанием, осознанием, что в нас есть Господь и что в Господе есть над нами. Если вы когда-то услышали... Если вы когда-то услышали атеиста, и кто-то вдруг ограбил его дом, что он хочет? Он хочет справедливости, он хочет, чтобы тот, кто сделал это, был наказан. То есть праведность, правда, наказание за грех, они естественным образом вложены в натуру человека, независимо от того, кем ты себя представляешь, верующим или атеистом, ты всё равно... Твоя внутренность, она жаждет правды, правосудия, истины. И в каждом из нас есть просто наш разум, он понимает, что Господь всё сотворил. Когда вы смотрите на творение Божие, вы говорите, Господь, это ты. Господь сделал все свои творения видимыми для нас. Но что вы выбираете иногда, что люди иногда выбирают, это просто не обращать внимания, проходить мимо. Они знают Бога, они знают о Боге, но они не прославляют Его как Бога, они не благодарят Его. Люди праведные и неправедные, они получают благословение Бога, солнце восходит над праведными и неправедными. Но те, которые неправедные, они не будут благодарить. Они получат Его благословение, но они не склонятся, чтобы поблагодарить. И поэтому они начинают спекулировать Богом истинной, Божьим Словом. Почему? Потому что они не могут найти ответа на свою греховность, они не хотят принять этот ответ, который Бог предлагает. Первые двенадцать глав в Библии. Откуда мы пришли, как мы появились, что случилось, куда мы идем, почему мы греховные, почему появился грех. Все большие вопросы в жизни, которые вы имеете, прочитайте первые двенадцать глав в Библии, вы получите на них ответы. Люди стали просто легкомысленными, они не стали задумываться над тем, кто есть Бог. И получилось так, как будто Бог просто выключил свет и весь мир погрузился во тьму. И в этой тьме они творят, что хотят. Их несмысленные тела просто погрузились во тьму, называя себя мудрыми и обезумели. Люди представляют, что мы мудрые, мы что-то учим, мы получаем знания, и это мудрость этого мира, которая почитает верующих за глупцов. Хотя наоборот, верующие люди понимают, что те люди, которые высокообразованные, много знаний имеют, но не почитают Бога, это они глупцы на самом деле. Но люди в этом мире поменяли Бога на идолах. Почему творение Божие, того Бога, который сотворил нас, созидал нас, взращивал, благословляет, почему мы можем поменять его на идолов? Потому что идолы не будут их обличать. Идол не будет ставить тебя в такие обстоятельства, где тебе нужно перешагнуть, через что-то работать над собой, меняться. Люди сотворили идолов, которые позволяют им дальше творить то, что они хотят. У людей были разного вида башки и идолы, которые благословляли в кавычках их на те греховные дела, которые люди говорили. И сегодня утром мы посмотрим, что Бог делает в ответ на всю эту нечисть. Вот что Господь творит. Давайте сначала помолимся. Господь, мы благодарим тебя за то, что мы можем предстать перед правдой Слова Твоего, перед истиной. И мы это делаем в смирении. Господь, мы не только в смирении приходим, мы приходим просто с жазой, с огромной. Нам нужен Твой голос. Нам нужно услышать от Тебя. Мы приходим голодные, накорми нас, Господь, наши души. Мы благодарны, Дух Святой, за то, что Ты обитаешь в нас через веру, и Ты здесь с нами. Дух Святой, мы просим, чтобы Ты работал в наших сердцах, чтобы открывал наш разум, чтобы мы понимали все в ясности. И Господь, мы молимся, и Дух Святой, я молюсь, чтобы Ты удивил нас снова, просто великолепием Твоей милости, во имя Иисуса Христа. Аминь. Смотрим, 24 стих. Написано. То. То и предал их Бог. То есть, это словечко то, значит, что до этого были какие-то события, которые привели к тому, что сейчас будет дальше. Помните, в пятом стихе он говорил, что открылся Господь через Сына Своего Иисуса Христа. Теперь мы имеем познание о Боге. это то, что Господь делает. И в 24 стихе мы видим, что Бог дал тем людям, которые отвергли Его. Сиэс Льюис сказал, что это одни из самых страшных как бы слов из того, что говорил Господь, что я просто уберу свою руку от вас и позволю вам насыщаться теми нечистотами, которые вы творите. Господь всегда дает человеку выбор. Мы видим это в израильтянах, мы видим это в второзаконии. Ныне же говорю вам, изберите жизнь или смерть. Всегда есть шанс выбрать. Всегда есть выбор. Ты можешь быть послушным или ты можешь не слушаться. Если ты послушаешься, выберешь жизнь. Если ты не послушаешься, выберешь смерть. Если ты выбираешь жизнь, ты выбираешь благословение. Я обещаю, что я буду с тобой, благословлю тебя, ты будешь размножаться и так далее. Если ты не выберешь быть послушным, то ты выбираешь грех и пожинаешь последствия своего греха. Итак, 24 стих, «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». это греховное такое восхождение ко греху человеческого сердца. То есть, как только он вкусил грех, он больше и больше будет его, к нему тянуться, и этот грех будет иметь все большую силу в его жизни. Отношение мира такое, что мы не хотим ни Бога, ни Его Сына Иисуса говорить нам, как жить. Мы хотим жить так, как мы хотим. Мы хотим следовать своим греховным желаниям. Мы выбираем наши греховные желания, нам не нужен Бог. И поэтому Господь отдает их, предает их нечистоте. Так что они осквернили сами свои тела. Мы знаем, что основной аспект греха это грех, который зарождается в нашем духе, в нашей душе. А здесь теперь говорится о теле. И некоторые комментаторы говорят о том, что римляне это были в основном языческие, языческая аудиенция. Там было немножко иудеев, но в основном язычники. И в языческом мире, в греческом мире ты можешь делать, что ты хочешь со своим телом, но это не влияет никак на твою душу. Это то, во что они верили. Ты своим телом можешь творить такие нечистоты, которые только хочешь, но дух твой внутри будет не затронут. Напротив, христианство говорит о том, что дух и душа и тело это одно, и что любой грех все равно всегда имеет влияние на нашу душу. То, что мы делаем со своими телами, это отражается на нашей душе. Если мы выбираем, мы не хотим Бога, мы не хотим Его заповеди, мы хотим нашу нечистоту, наши грехи, и тогда Господь говорит, я просто вам даю в полной мере пожать все плоды вашей греховности. Это то самое, что вы садитесь в машину на хайвей и едете едете навстречу всем страстям и похотям, которые только можно на всей скорости. Это очень, печально. Но это то, что можно описать, как можно описать нашу греховную натуру. Как только мы вкушаем что-то, нам хочется на полной скорости мчаться к этому греху. Избегайте совета, кто советует, следуй за своим сердцем. Послушайте меня, наши сердца, они поломаны во многом. Они во многом могут нас обмануть желания наших сердец. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Есть Творец, которого сейчас мир наш не хочет. Мы не хотели никакой абсолютной истины, потому что сейчас у людей есть это моя правда, а это твоя правда. мы хотим избавиться от настоящей истины, правды, которая у Иисуса, потому что она обречает нас. Поэтому мы отвергаем истину и мы хотим верить в ложь. Ложь состоит в том, что вы можете отвергнуть Бога и быть счастливы. Кто отец всей лжи? Сатана. Он пришел в сад к даму и Еве и он подошел к ним и он обманул их. И его ложь состоит в том, что самое худшее, что может с вами произойти, дам и Ева, это то, что вы будете жить по Божьему Слову. Я думаю, что большинство мира до сих пор сейчас эту ложь покупает, верит в это, что самая несчастливая жизнь это жить по Слову Божьему, потому что Божье Слово это оковы, это тюрьмушка, которая нас окружает, куда мы садимся и всё, и мы в тюрьме как бы. Как только вы избавляетесь от истины, все остальные какие-то границы теряют своё значение, потому что если нету абсолютной истины, Господь является абсолютной истиной в жизни, если нету абсолютной истины, то все остальные вещи, их очень легко подвергнуть сомнению. Без абсолютной истины государство, правительство, дом, семья, отношения с родителями, с детьми, между мужем и женой, всё как бы размыто, всё теряет своё значение и обретает новый вид в нашем мире. Аналогия, о которой я думал, если человек говорит, знаете что, я не верю в силу притяжения, я не верю в это, и вообще мне не нравится это, я думаю, что она меня сдерживает, я думаю, сила притяжения предотвращает меня о том, чтобы я получил в жизни и познал в жизни настоящую истину и счастье и радость, поэтому я сейчас пойду вот на вот эту гору и брошусь с неё, и когда ты бросаешься до горы, немножко ты испытываешь такую эйфорию, пока ты летишь, ты не чувствуешь как бы тебя ничего не держит, ты летишь, но как только ты падаешь на землю, ты разбиваешься о ложь, и то, что ты не веришь в это, и то, что тебе это не нравится, не значит, что это истина, ты всё равно разобьёшься, нравится тебе все на притяжении не нравится, она работает, ты разобьёшься, и Господь говорит, как бы вы ни жили в конце, возмездие за каждый грех это смерть, вместо того Творца, который благословен во веки, Господь во веки, вы не можете вы не можете как это сказать, уничижить Бога, Господь является святым Богом, независимо от того, верите вы в Него, верите вы в Его Слово или нет, и мы видим, что человек просто вот по накатанной скатывается в своих грехах, 26 стих, потому предал их Бог, то есть передал, отдал, отпустил свои руки, он предал их постыдным страстям, если вы учили историю, вы можете по-разному интерпретировать историю со стороны экономической, со стороны политической, со стороны военной вы можете на историю смотреть, а что здесь говорит Павел, он смотрит на историю со стороны теологии, это то, что происходит с любым обществом, с любой культурой, с любой нацией, которая исключает Бога, которая вытесняет из себя Бога, это просто медленная, накатанная вниз дорога, которая ведет к разрушению, египтяне, вавилоняне, Европа, Россия, все, что хотите, Америка, независимо от того, как хорошо вы начали, если вы отвергаете Бога, ваша дорога идет вниз, это история, почитайте, и вы найдете подтверждение, и Павел объясняет это, это деградация, это значит коррозия, это становится хуже и хуже, становится все больше жестоко, становится все больше страшно, и он нам дает такую яркую иллюстрацию, это яркая иллюстрация божьего гнева, который изливается на людей, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение, мы читаем это, и дайте я сейчас скажу, каждый человек, который читает это, который понимает английский или понимает греческий, каждый человек, который имеет разум и читает и понимает, они все понимают, о чем здесь идет речь, и нужно такую духовную как бы гимнастику употреблять, чтобы сказать, что не-не-нет, это не то, что Павел здесь имеет в виду, на самом деле он имеет в виду что-то другое, на самом деле если все, что у нас было, это был бы всего лишь 26 стих, наверное, мы бы что-то здесь недопоняли, но 27 стих открыто говорит, что Павел имеет в виду, мужчины с мужчинами, греческий, если вы бы почитали на греческом было бы написано еще более четко, что мужчины с мужчинами совершали неприличные акты действия, гомосексуализм уже был в культуре, они оставили и поменяли естественное, заменили на противо естественное, означая, что этот грех идет напротив, вопреки структуре строения, Господь сотворил естественным образом, вот так это должно быть, но грех человеческий, человеческая натура творит это даже против того, что Господь имел в виду, когда Он творил мужчину и женщину, это атака против Творца, который сотворил это и замыслил одним образом, мы можем много аргументов использовать, но давайте просто, сейчас просто посмотрим, мужество мужчины и женственность женщины это это в принципе все, что нам нужно знать, чтобы понять, что женщина сотворена для мужчины, а мужчина сотворен для женщины, это очень понятно, вам не нужна книга, чтобы выучить это, никому не нужно в класс какой-то записываться специально, чтобы это понять, ребенок, его не нужно учить этому, он сам это поймет, это в нашей натуре, это естественно, Господь всем по паре дал, мужчина и женщина, в бытие Господь сказал, это его дизайн, это его дизайн, чтобы мужчина оставил отца и мать и прилепился к своей жене и двое были одной плотью, это его яркая иллюстрация того, насколько гнев Божий изливается на культуру, которая вытеснила Бога, что это просто бунт против Творца, он начинает с женщин, женщины заменили естественное употребление противоестественным, он начинает с женщин, и я думаю, можно тут дебаты делать, почему он начинает с женщин, но я думаю, что мы знаем, что через историю у мужчин было больше возможностей сексуально-моральные грехи совершать, грехов, и то, что женщины здесь это начали, это как бы шок, чтобы привлечь внимание греков, это то, что он начинает здесь с женщин, это должен был быть шок даже для греческой аудиенции, что даже женщины то, что естественно заменили противоестественным, они пошли вслед своих постыдных страстей, то есть эти страсти они ведут к некрасоте, к такому, к противному чему-то, к неприятному, очень много разговоров и комментаторов о том, что эта фраза имеет в виду, но давайте сейчас просто очень просто ее суммируем, то, что говорит Павел, этот грех имеет последствия в твоей жизни, он влияет на тебя, любой грех влияет на нас, любой грех имеет свою цену, но в чем здесь смысл, то, что твоя свобода не приведет тебя туда, куда ты хочешь, она тебя обманет, твоя свобода не будет настоящей свободой, ты не можешь уничижить Бога таким образом, когда мы говорим об этом, есть много дискуссий разных, о том, если человек выбирает себе такой образ жизни, или они рождаются в этом, во-первых, мы должны с вами принять, что любой грех это выбор, любой грех это выбор, это о чем говорит вообще это все в Библии, каждый из нас выбирает грех, это выбор, хотя я думаю, что мы не можем уничижить тот факт, что для людей, которые находятся в этом грехе, они не могут его оставить, это очень большая сила притяжения для них, что они даже не могут вспомнить, когда это началось, но вспомните, с Эдемского сада каждый из нас рождается с греховной натурой, и это не извинение для того, чтобы грешить теперь, мы не можем сказать, что О, Адам и Еваса грешили, теперь каждый грешный, и я теперь грешу, нет, у тебя есть выбор, и ты выбрал, послушаться Бога или ослушаться Бога. И если ребенок приходит и говорит папа и мама, я не послушался, но это я так сотворен, моя натура греховная. и представьте, если вас ограбили, и этот грабитель говорит, ну извини, я просто не могу справиться, это моя натура такая греховная, отпусти меня, и это очень важно, чтобы услышать то, что я сейчас скажу, из-за того, что мы все рождены в греховной натуре, и у каждого из нас есть какая-то своя область греха, куда нас больше всего тянет. И мы можем или в этой сфере, или в этой сфере хромать, но никто из нас не может говорить, что мы морально более выше, чем кто-то другой, потому что моя борьба с моим грехом отличается от его борьбы с его грехом. У нас разные грехи, но это не значит, что я выше другого человека. моя борьба с грехом не может быть более нормальной или более приличной, чем твоя борьба с грехом. Нет, все это решили. Все из нас не имеют никакого извинения нашим грехам. Мы не можем обвинять Адама и Еву и нашу греховную натуру, мы выбираем грех. Наш мир, как бы он не... Представьте себе, что вообще, какое должно быть помрачение умов в нашей культуре сейчас, чтобы мы не могли определить, что такое женщина, чтобы мы потеряли границу между мужчиной и женщиной и не могли определить пола. это болезнь. Насколько разложенное общество должно быть, чтобы мы могли сказать ребенку, которому 4-5 лет, иди, пожалуйста, и сам познай, какой у тебя пол. Иди, попробуй то и попробуй это, и ты поймешь, кто ты. Мы не можем позволить человеку, ребенку сделать какую-то процедуру со своим телом, чтобы поменять свой пол, который Богом ему дан. Ты не можешь так издеваться над своим телом. Мы не помогаем этим детям. Мы не помогаем им. И когда мы говорим об этих вещах, это не значит, это в этом конкретном грехе или в каком-то другом. Мы никому не делаем лучше, когда мы не открываем истинного взгляда на грех. Мы должны свободно говорить об этом. Мы должны хотеть говорить об этом. Отметьте, Павел не просто сказал пару слов и остановился. К тому времени, когда мы закончим римлянам, грех, который мы имеем здесь с вами, будет пригвожден. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребства. Нам не нужен Бог, нам не нужна его истина, мы убираем его из каждого аспекта своего общества. Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребства. И дальше он нам говорит, какие непотребства. Он называет каждый грех, и сейчас каждый из нас будет облечен. Всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы. Если вдруг вы тут думали, что вы святые, смотрите, читайте, найдете свой грех. горды, изобретательные на зло, непослушные родителям, безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостивые, они знают праведный суд Божий, они знают праведный суд. Даже атеист не хочет, чтобы ты пришел и какой-то грех сотворил с его дочерью. Он знает, он отличает добро от зла, он знает, что правильно, что нет. Он выбирает вытеснить Бога из своей жизни. У них есть моральное понимание морали. Они знают, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Недостаточно просто не называть это грехом. сейчас еще нам нужно соглашаться с этим грехом. И это то, куда сейчас наше общество идет. Что сейчас мы находимся в том месте, где мы можем говорить хорошее зло и доброе хорошее зло и злое добро. Сейчас наша культура празднует этот грех. мы сейчас входим в эту в этот сезон предвыборный и мне больно становится, меня тошнит, когда кандидаты, которые становятся и говорят, что они за аборты, они горды тем, что они поддерживают аборты. они очень с гордостью это говорят. Мы за аборты. Мы хотим, чтобы у людей был выход из их сложившейся ситуации тем, чтобы они могли убивать детей. И знаете, что они выигрывают. Если мы не проснемся от того, что наша культура сейчас исходит, гнев Господень, что мы катимся просто в бездну, у нас будут проблемы. Столько грехов, которые против Бога. У нас парады и вечеринки, которые люди празднуют свой грех против борца. И если вы не поддерживаете, за вами придут или вас обличат. И если вы не хотите испечь торда для определенного вида семейной пары, то вас в суд отведут. Это разрушение, деградация нашей культуры. Все, что Павел здесь говорит, что все мы не имеем никакого экскюза, мы не имеем никакого оправдания. Мы можем иметь трудности с вами в разных сферах жизни, но мы, когда выбираем служить своим похотям, идти под желанием сердца своего, мы с вами направляемся вдаль от Бога в сторону разрушения наших жизней. Первая Коринфянам, шестая глава. Девятого стиха. Павел пишет послание римлянам из Коринфа. Коринф был один из самых греховных городов. И если вы творили какой-то сексуальный и моральный грех, они вас называли коринфи-коринфианин настоящий. И Павел писал письмо римлянам, когда вот это все в Коринфе окружало его. И там была церковь в Коринфе, которую Павел начал в Которую он служил. И когда он пишет римлянам, смотрите, что он или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни можеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни заречивые, ни хищники. Царство Божие не наследуют. Каждый из нас здесь облечен. Нет надежды. Нет надежды. Никто из нас не выйдет из наших грехов без Бога. И смотрите, один стих. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Это удивительно, это чудесно, это великолепно, потому что в Коринфе были люди, которые, знаете, что сказали? Я был вот такой, я был вовлечен вот в такие вещи, я делал вот эти грехи, но я был очищен, я был омыт, я был освящен через веру в Иисуса Христа. Это надежда. И кто-то из вас сегодня нуждается в этой надежде, кто-то смотрит онлайн, где бы вы не были, вам нужна эта надежда сегодня утром, потому что вам трудно начинать новый день вашей жизни, день за днем. Может быть вы сейчас находитесь в том месте, где вы думаете, что вот этот путь или вот этот путь вас приведет к радости, но вы продолжаете разочаровываться, и вы понимаете, вам это не нравится, но вы не видите никакого выхода и надежды. Могу ли я вам сегодня сказать, есть надежда в Иисусе? Нету такого, такой цепи греха, которую Господь не мог бы разрушить. Пусть это будет гомосексуальный или гетеросексуальный, Господь может разрушить любую греховную цепь, которая неправедная. Он может. Он может сказать, потому что в Боге больше милости, чем в нас греховности. Я думаю, одно из больших падений церкви это когда приходит заходит речь об этих вещах, очень часто мы только говорим послание обличения, это все, что мы делаем, мы обличаем. И не ошибайтесь, любой грех мы должны называть грехом, чтобы это не было, любой грех это грех, не только один какой-то особенный грех, который выделяется над всеми другими, любой грех является грехом. мы не можем отстранять и умалчивать те местописания, которые нам не нравятся. Но если послание обличения во грехе мы не соединим с посланием спасения от греха, вера в Иисуса Христа, мы неправильно поступаем. Если вы нашли, что вы разбиты в ваших грехах, и вы начинаете чувствовать, что Господь изливает на вас свой грех, я думаю, что каждый из нас, кто здесь находится, мы пришли в церковь, мы пришли к Богу, мы взыскали Бога, потому что мы начали испытывать на себе всю чажесть нашего греха и Божьего гнева за грех. Посмотрите на Иисуса на кресте. Нету более сильной картины Божьей любви. Это вот этот крест, на котором Христос умирает. Он взял весь Божий гнев на твой грех. Не только Он взял на себя суд за этот грех, взял на себя весь стыд, который несет за собой этот грех. Весь позор и весь стыд твоего греха Он поднес на себя. Господь взял на себя, Иисус взял на себя, Он был отделен от своего Отца, разлучен. Это одно из самых таких тяжелых фраз, которые Иисус произнес Отец, почему ты оставил меня? Он умер под тяжестью твоего греха. Для чего? Чтобы сейчас у тебя был подарок свободы, подарок спасения через веру в Иисуса Христа. И я хочу сказать вам еще, что когда вы полагаете свою веру Иисуса Христа. Я хочу быть честным. Это не значит, что вы избавились от всякой битвы греховной. Это не значит, что у вас не будет искушения, что станет теперь легко. Господь не обещает избавить нас от греховной жизни. Можете сказать каждый из вас здесь, что несмотря на то, что я спасен, я все равно еще иду через борьбу в жизни. Но Господь, который любит тебя, будет теперь идти с тобой за руку, вести тебя, направлять тебя, спасать тебя, защищать тебя, обнимать тебя, любить тебя. и в один день он возьмет тебя домой во свою славу к Отцу на небо. Есть надежда в Иисусе, есть надежда во Христе. Господь, мы благодарны тебе за возможность смотреть сегодня, изучать Слово Твое. Господь, я знаю, что в нашей церкви может быть человек, который с каждым из этих грехов сталкивается, кто-то из нас каким-то грехом борется. И, наверное, этот человек может сказать, Господь, ты не знаешь, где я был, ты не знаешь, что я сделал, ты не знаешь, что я сотворил, ты не знаешь, какого мне, Господь, ты знаешь. И независимо от того, насколько низко мы упали, ты был еще ниже, Господь, когда ты умирал за наши грехи. ты взял весь этот вес греха на свои плечи и ты спас нас. Господь, я молюсь, чтобы, как ты сделал для каждого из нас, чтобы ты открывал глаза тех, кто сейчас в глубине греха находится, Господь, открывай глаза, чтобы они увидели красоту спасения во Иисусе Христе. Как Павел говорил Коринфинам, что Господь, который пролил на вас свет, избавил вас, Господь, избавляй, пожалуйста, пусть лицо Иисуса открывается всем, кто во грехах. Помоги им увидеть твое добро, твою любовь, приведи их к покаянию, Господь. Помоги, чтобы они ходили с тобой, Господь, и знали свободу, и радость, и мир, и вечную свободу, и уверенность в спасении, которое только ты даешь. Господь, за тех, кто знает тебя, я молюсь, помоги нам, помоги нам, Господь, пожалуйста, идти в этот потерянный мир, Господь, с любовью, с жаждой открывать им глаза, спасать их, Господь, как в вавилонской культуре. Есть те сферы, в которых мы бессильны, Господь, но есть ты, и мы будем молиться, Господь, чтобы ты спасал людей из любимых рвов. Помоги нам, Господь, жить, как Даниил и его друзья жили. Помоги нам жить, как прославляет тебя, Господь, чтобы мир вокруг нас видел этот свет, дающий жизнь. как Петр сказал, чтобы мы всегда напоминали себе, что ты вытащил нас, Господь, из тьмы ко свету. Помоги, куда бы мы ни шли, мы искали этого совершенства, Господь, чтобы мы знали, что во всяком месте мы служим тебе. Я молюсь за лучшие браки, чтобы мы наших бизнеса, Господь, несли слово вдвоем, как работники, как работодатели, Господь, чтобы мы искали везде совершенства, во всех сферах жизни, чтобы мы демонстрировали этому миру, что жить со Христом лучше, и только Иисус и Иисус один дает жизнь. Во имя Иисуса Христа я молюсь, аминь. Иисус